И так, в четвертом стихе, четвертой главы послания к Римлянам, одно из грандиозных утверждений Библии. Почему? Потому что здесь дела и вера, они противопоставляются по отношению к спасению. Слушайте теперь внимательность, чтобы вам лучше это понять. Когда вы работаете целый день, например, вы нанялись к человеку и он говорит вам, надо покрасить вот этот забор в зеленый цвет. Вы идете и покупаете краску, перчатки, все, что для этого необходимо, и красите кисточкой, не пульверизатором, а кисточкой. Целый день забор большой, длинный, не тратите на это целый день. В конце дня, когда вы заканчиваете работу, вы подходите к человеку, в чей-то забор, кто вас нажимал, и получаете деньги свои за свою работу. У вас мозоли на обоих руках от кисточки. Красили когда-нибудь? Мозоли были от покраски? Да. И вы, когда получите деньги за выполненную работу, вы не будете расшаркиваться перед этим человеком, раскламиваться, падать на колени и говорить, ой, какое большое спасибо вам, что вы мне заплатили деньги. Не будете же так делать? Вы со спокойной душой берете деньги и ложите в карман, потому что вы понимаете, что это ваша компенсация за ваш тяжелый труд, за ваши мозоли потраченное время. И уходите спокойно домой, уставшие. Но со спасением совершенно не так происходит. Спасение дается по вере. Вы для этого ничего не сделали и не будете делать для того, чтобы получить спасение. Понимаете, в чем смысл 4 стиха? Читайте вслуху, Дмитрий Григорьевич. Воздаяние делающим изменяется не по милости, но по долгу. Итак, когда Бог нас оправдывает, когда Бог нас оправдывает и дает нам спасение, то это происходит не потому, что Бог должен нам за наши заслуги, за наши дела. А как здесь написано? По милости. С оправданием и спасением происходит совершенно иначе. Не так, как с делами. Вы дела делаете и получаете за это награду. А с оправданием и спасением получается совсем по-другому. Мы не можем это спасение и это оправдание заработать, заслужить. Мы только можем получить его по милости. И вот здесь, как мы с вами записали, в 4 стихе, вера и дела, они противопоставляются по отношению к спасению, по отношению к оправданию нашему. Понимаете? И если я прихожу и делаю что-то, то мне уже должны. За мою работу. Понимаете? А если ничего не делают, то кто же мне что-то должен? Но Бог дает мне оправдание, дает мне спасение по своей милости. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!